Одноразовые подгузники здорово облегчают жизнь молодых родителей, и современным мамам и папам даже сложно представить, как можно обойтись без них. Однако многие бабушки твердят, что детей можно вырастить и без памперсов, а подгузники вредные, особенно для мальчиков. Есть даже предположение, что использование подгузников может привести к бесплодию, но верно ли это? Какие есть на сегодня данные об одноразовых подгузниках, вредны ли они на самом деле, или это просто мифы? Действительно, у родителей есть все основания беспокоиться по поводу вреда одноразовых подгузников. Во-первых, ребенок проводит в подгузнике очень много времени, практически 24 часа в сутки, и он имеет прямой контакт с кожей. Во-вторых, подгузники – это сложное изделие. Они состоят из нескольких слоев разных материалов, причем производители не обязаны указывать все вещества, которые входят в их состав. В одноразовом подгузнике используется много химических веществ, различных видов пластика, например, полиэтилен, полипропилен, полиакрилат натрия и другие. Внутри обычно находится также древесная масса, которая отбеливается хлором. Это потенциально опасно, так как могут выделяться диоксины – канцерогены, влияющие на возникновение рака, которые являются побочным продуктом производства. Однако исследования влияния диоксинов показали, что в пище их содержится в 30 тысяч раз больше, чем в подгузнике. То есть они находятся в следовых количествах и вряд ли окажут негативное влияние на здоровье ребенка. Для тревожных родителей есть альтернатива – одноразовые подгузники без хлора, которые не содержат диоксин. Полиакрилат натрия, используемый в подгузниках как впитывающий слой, может изредка вызывать аллергические реакции, но очень редко. Также кожные реакции могут вызывать ароматизаторы. Они содержатся во многих подгузниках, а также красители в цветных подгузниках. Однако, опять же, можно найти подгузники без ароматизаторов и без рисунка. Тем не менее, некоторые опасения по поводу 100% безопасности одноразовых подгузников все же есть. Например, в 2019 году во Франции были проведены тесты и в подгузниках найдены превышения некоторых химических веществ. Хотя было заявлено, что серьезного риска для детей нет, правительство Франции обязало производителей изменить методы производства, чтобы избавиться от токсических веществ. Что говорят педиатры об одноразовых подгузниках? По наблюдению врачей, благодаря подгузникам опрелости стало гораздо меньше. Сыпь как реакция на подгузник встречается крайне редко. Обычно это связано с перегревом реакции на необычный стол. Если есть проблема с конкретным подгузником, всегда можно его поменять на другой. Можно на многоразовый, который меньше впитывает, но не содержит столько химических веществ, сколько одноразовый. Многие считают одноразовые подгузники вредными для окружающей среды, и это действительно так. Однако достойной альтернативы пока нет. Ведь научные исследования показали, что как тканевые, так и одноразовые подгузники оказывают негативное влияние на окружающую среду, включая использование сырья, энергии, загрязнения воздуха и воды. Одноразовые подгузники долго разлагаются и создают нагрузку на мусорные полигоны, а многоразовые требуют немало ресурсов на производство, стирку, нагрев воды. Что делать родителям, чтобы не навредить ребенку, используя одноразовые подгузники? В любом случае нужно правильно использовать подгузники, вовремя их менять по мере наполнения, обязательно после дефекации. При смене подгузника дайте коже малыша немного подышать. Оставьте его хотя бы на несколько минут голеньким, желательно также подмыть ребенка чистой теплой водичкой. После года полутора начните знакомить ребенка с горшком, однако не ждите, что он быстро этому научится. В жару лучше ограничить использование одноразовых подгузников, так как они способствуют перегреву. Если очень переживаете по поводу химических веществ в одноразовых подгузниках, попробуйте многоразовые есть такие, которые в основном состоят из натуральных тканей. Однако будьте готовы к тому, что многоразовые подгузники не так удобны, их придется чаще менять и стирать. В мире одноразовые подгузники используются с конца 60-х годов, то есть уже более 50 лет, и пока не было серьезных доказательств того, что они вредны или вызывают какие-либо заболевания. Однако современный подгузник в своем составе содержит не один химический компонент, который потенциально может быть опасным. Родители должны знать о составе подгузников и сделать свой выбор правильно. Субтитры создавал DimaTorzok